Бывало ли у вас такое, что вы пытаетесь подключиться к Wi-Fi сети, то ли на iPhone, то ли на iPad. Вот вы зашли, ввели пароль дома, допустим, и у вас покажут Wi-Fi якобы подключенного в настроечках. Но по факту, когда вы выходите, у вас значок просто пропадает. То есть вы не можете вообще, в принципе, его использовать. Я вам прекрасно продемонстрирую все пункты решения и причины, почему из-за этого все происходит. Добро пожаловать на канал! С вами Владимир. Ситуация в чем? Опять же, если вы вдруг подключились к Wi-Fi сети, у вас до этого все работало, сейчас вот такая ситуация. Пропадает просто значок Wi-Fi и он у вас не работает. Допустим, на ваших iPhone и iPad это не работает, а на любом каком-то Android устройстве это работает. Почему? Из-за чего? Первое, что вам нужно сделать. Взять в настройки, основные об этом устройстве. Вот наша прошивочка модема. Смотрим, чтобы здесь были какие-то цифры. Если здесь ничего не будет, значит с вашим модемом все беда, печаль и боль. Это грозит тем, что ваша плата слетела и ее просто замена нужна, либо же просто новый iPhone иначе никак. Затем, конечно же, попробуйте зайти и сбросить настройки сети. Нужно зайти в настройки, основные, опуститься в самый низ, сброс и стереть настройки сети. Жмете стереть настройки сети, вводите ваш пароль, подтверждаете, стираете и точно так же пробуйте подключиться к вашему Wi-Fi. Есть еще также причины, когда вы зайдете, введете вот якобы вашу Wi-Fi сеть, нашли, ввели ваш пароль. И все-таки так же отображается, но выходите, пропадает значок Wi-Fi. Вам нужно нажать на забыть сеть. И еще раз, и так, ну раза три хотя бы, три-четыре раза и все-таки, возможно, может как-то пробьет. Есть всякие разные ошибки, то ли это по iOS, то ли это по опасной сети. Здесь я вам точно не скажу, но все-таки попробуйте. Бывает такое, что и такое также помогает. Если вам это все не помогло, попробуйте также перепрошить модем. Я основываюсь на своем опыте, потому что я делал точно так же. У меня была точно такая же проблема. Я просто перепрошивал модем или отдавал на замену, в зависимости от провайдера, как они это делают. И ситуация решалась. Вот, в принципе, и все, ребята. Это все те пункты, которые вам нужно знать, соблюдать. Это есть тем самым решением, за которым вы следовали. В YouTube вы нашли, наткнулись на это видео. Если вам не помогло, конечно же, это все, скорее всего, причина в модеме вашего iPhone или iPad. Поэтому вот как-то так. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok